Сегодня у нас будет седьмая лекция Она будет посвящена разного рода расслабляющим темам типа репликации, полнотекстового поиска, географического поиска и хранения слабо структурированных данных Всякий такой полезно-забавный функционал, который есть почти в любой СУБД но в каждой СУБД, к сожалению, реабилитизован по-своему Начнем с репликации Вообще, зачем она нужна? Что это? Суть репликации, у нас есть сервер, на нем есть какие-то данные мы хотим, чтобы у нас был второй сервер с такими же данными Это вот такой базовый сценарий то есть передача данных с одного сервера на другой В идеале они должны иметь абсолютно одинаковую информацию Для чего она используется? Репликация используется для того, чтобы создать копию базы данных Это самый простой распространенный случай, когда у нас есть два сервера Один из серверов у нас выходит из строя Нагрузка переключается на другой Такой запасной вариант с минимальным временем простоя и минимальной потерей данных Также репликация может использоваться для балансировки нагрузки Например, у нас есть две реплики В одну данные пишутся, читаются, в другую только читаются И по сути мы можем читать в два раза больше источников и в два раза больше вычисленных мощностей для того, чтобы данные можно было читать Где-то это поддерживается из коробки на уровне самой СУБД Где-то на уровне драйверов СУБД Но в принципе сделать вот такое раскидывание нагрузки путем запись только суда, чтения и там и там Оно достаточно просто и на уровне приложения Важный момент репликации Репликацию нельзя использовать вместо резервных копий Кто знает почему? Ну, самый распространенный вариант это пожар в дата-центре Вот у нас реплика, вот у нас основная копия и обе превращаются в пыль Говорят, был неприятный инцидент с системой резервного копирования Когда два небоскреба стояли друг напротив друга В обоих было по дата-центру и данные резервировались крест-накрест Оба эти небоскреба 11 сентября благополучно рухнули Поэтому репликации Первый момент Можно потерять и реплику, и мастер-сервер, если они находятся рядом Вторая деталь, которая требует наличия резервных копий заключается в следующем Если у вас по какой-то причине Основная копия была повреждена не физически, а именно на уровне данных Пришли злобные русские хакеры, дропнули все таблицы Пришли, не знаю, там вирусы, погрызли данные Просто пришел менеджер какой-то, ничего не знающий И удалил все прайс-листы Ну то есть, произошло какое-то действие, которое именно Оборудование цело, все хорошо, все замечательно А вот данные пострадали То в случае с репликой, опять-таки, вы получаете две копии абсолютно одинаковых нерабочих данных Они будут испорчены абсолютно одинаковым образом И кроме резервной копии вас не спасет ничто Но для быстрого переключения в случае, если у нас один из серверов вышел из строя по физическим причинам Этим пользоваться можно Еще один важный момент репликации может быть следующее применение Допустим, у вас есть система, которая разнесена географически В такой ситуации реплика позволяет локализовать запросы на чтение То есть, у вас данные, которые можно читать Ну, сервис, который можно читать, вот, собственно, реплика Может находиться ближе к пользователю Два сервера Один, значит, занимается записью Распространяет эти данные по, там, либо звездочкой, либо как-то еще на другие точки Которые имеют либо плохой интернет, либо просто далеко расположены То есть, ну, потому что пинга, скажем, 20 миллисекунд с Нью-Йорком невозможно добиться физически Хотите вы этого или не хотите Законы физики никто не отменял В этом случае реплика может дать возможность читать из близко расположенного локального источника Запись будет длительной, но в некоторых ситуациях это вполне имеет смысл То есть, когда основной объем данных именно на чтение Еще один важный момент, который позволяет делать репликация Допустим, у вас есть приложение Оно работает, все хорошо, все замечательно И вы хотите проверить, как у вас будут те же запросы на чтение Обрабатываться на новой версии этого же приложения Есть несколько вариантов проверки этого Можно попробовать поиграться с синтетическими тестами Можно сказать, что мы отважные герои Мы выпускаем в продакшн то, что есть И потом будем героически разгребать последствия Один из подходов заключается в следующем Приложение начинает работать с копией боевой базы И обрабатывать, скажем, запросы на чтение Запросы на запись таким образом проверить не получается Но заворачивается копия запросов на чтение И, собственно, боевая база Копия боевой базы И смотрится, какая нагрузка получается в таких вот условиях Тот же подход может быть применим для проверки новой версии СУБД То есть у вас есть СУБД, скажем, постгресс 9.5 Все хорошо, все прекрасно Вы хотите узнать, как будет себя вести на постгресс 9.6 Берется реплика, и на реплике начинаются игры Это не всегда осуществимо, но в некоторых случаях, когда это возможно Это позволяет протестировать на реальные нагрузки, а не на синтетике Синтетика, она все-таки синтетика Репликации бывают разных видов Значит, первый вариант, который имеет смысл выделить Это вариант по тому, как осуществляется взаимодействие Первый Это подчиненный сервер и основной сервер Основной сервер обрабатывает данные на чтение и запись Подчиненный сервер, реплика То есть мастер основной, реплика подчиненный Подчиненный получает данные с мастера и может обрабатывать данные только на чтение Запрос только на чтение Изменение данных в нем запрещено Это первый вариант Master Slave Второй вариант Это Master Master Оба сервера равноправны в той или иной степени И каждый из них может обрабатывать запросы как на чтение, так и на запись Master Master реплика В некоторых случаях даже не так Некоторыми отважными героями воспринимается как серебряная пуля Вот у нас сейчас проблемы с записью Вот у нас проблемы с производительностью Мы поставим второй сервер Сделаем Master Master репликацию И у нас начнется счастье Это неправда, так не бывает Для того, чтобы Master Master репликация работала корректно Нужна достаточно серьезная и аккуратная поддержка на стороне приложения Почему? Потому что данные меняются в двух местах И нужно как-то организовать данные таким образом Чтобы изменения на одном сервере никогда не конфликтовались с изменениями на другом сервере На практике это достаточно корректно реализованная Master Master репликация Используется крайне редко Да А если при Master Master нагрузка на запись будет не одинаковая? Просто не возрастет на оба сервера? У нас, получается, каждый сервер пишет столько, сколько... Тут, возможно, на запись, да, возрастает На чтение, очевидно, не возрастает В некоторых случаях Master Master может быть единственным вариантом Например, у вас один сервер находится в Норильске, другой сервер находится в Москве Канал между Норильском и Москвой Пять лет назад был такой, что рыдать хотелось И вспоминались времена модемов Ну, то есть, где-то, наверное, лет семь назад у меня Одна из задач была закачать обновление на сервер, который физически находился в Норильске Обновление было 10 мегабайт Я его туда затягивал, наверное, весь день Потом на следующий день по RDP, проклиная все вот эти вот гуевые интерфейсы И восхваляя консоль, которой у меня на тот момент не было возможности пользоваться Еще это приложение настраивал Ну, то есть, пользоваться оттуда актуальной базой не получалось физически Ну, то есть, изменения всегда должны идти в локальную То есть, в таком случае мастер-мастер репликация может спасти Но проблема в том, что надо делать все крайне аккуратно Основная сложность в чем? Во-первых, изменения никогда не должны конфликтовать Во-вторых, в случае, если конфликт возник по какой-то причине Должен быть простой и понятный алгоритм, чтобы выяснить, где, собственно говоря, актуальные данные То есть, нужно всегда понимать, кто за данные отвечает За эти данные отвечает этот сервер, за эти данные отвечает этот сервер Как только информация о том, в чьей зоне ответственности лежат данные теряется Начинается хаос И все, и туши свет Есть еще один вариант деления репликации Ну, как бы, классификации репликации Это репликация, может быть, физическая Что такое физическая репликация? Передается изменение данных на диске Вот как данные на диске поменялись, так они и меняются на другой стороне Может быть, логическая репликация Логическая репликация, это когда передается информация о том, что именно изменилось Какие изменились данные Ну, наверное, сейчас это не очень понятно Чуть попозже на конкретных примерах будет более ясно И есть еще отдельный вариант репликации, о котором имеет смысл упомянуть Поскольку это недоразумение существует Это когда передаются все запросы, которые выполняются на данной машине Все запросы на запись Так, поехали дальше Еще один вариант, как можно классифицировать репликацию Это по гарантиям, которые они дают Гарантия может быть какая? Может быть синхронная репликация Может быть и синхронная репликация Суть синхронной репликации Мы говорим, что транзакция завершилась, не дожидаясь подтверждения, что на реплику данные ушли Это асинхронная Синхронная Мы отправляем изменения на реплику Ждем, пока реплика скажет, что все готово И только после этого говорим, что изменения были применены И в MySQL есть такое веселое явление, как семисинхронная репликация Иногда бывает полезно Суть заключается в том, что если реплика жива, то асинхронная репликация Если реплика по какой-то причине мертва Канала нет, выключили ее То асинхронная репликация Значит, физическая репликация Самый простой вариант Как она устроена? Значит, в большинстве случаев реализация у нее предельно проста Для того, чтобы обеспечить дюрабилити СУБД использует лог-транзакции Изменения пишутся сначала в лог-транзакции Потом, собственно, в файлы данных В случае физической репликации Изменения, которые пишутся в лог-транзакции Также передаются на реплику И на той стороне применяются так, как будто Транзакция завершилась локально Понятно, как она работает или непонятно? То есть лог-транзакции порождается на мастере И параллельно накатывается как на сервере, так и на реплике В чем плюсы? Алгоритм работы простой Накосячить тут достаточно сложно Берем данные, передаем И логика применения журнала транзакции Она в СУБД уже есть Без нее транзакция просто не работает Соответственно, достаточно небольшие изменения Должны быть в коде самой СУБД Для того, чтобы это работало Оно работает надежно Если брать в контексте постгаса То в случае, если реплика полностью Конхронизирована с мастером Файлы данных будут совпадать Вплоть до md5.sum Можно посчитать контрольные суммы И да, действительно, вот они будут Совпадать И очень низкие накладные расходы на реплике То есть мы берем лог транзакции Записываем его по диску Раскидываем Никакой дополнительной умственной работы На стороне реплики не делается Есть ряд минусов Первый минус Это встречается достаточно редко Но прецеденты были Суть заключается в следующем Если по какой-то причине В лог транзакции попал мусор Ну, например, на сервере битая оперативная память На сервере, отдающий богу душу SSD Который вроде как еще делает вид, что он живой Но данные, которые он записывает Уже, в общем-то Несколько не совпадают с реальностью Ну, то есть Либо просто на сервере какой-то СУБД какой-то баг Который заставляет портить данные Такое бывает редко Но, тем не менее, случается То в этом случае В случае физической репликации Вы будете иметь две абсолютно одинаковых Абсолютно бесполезных Битых копий Второй момент При физической репликации На реплике и на мастере Должна быть абсолютно одинаковая схема данных Ну, если файлы данных будут совпадать Байт в байт То есть схема данных, очевидно У них будет абсолютно одинакова То есть Нельзя сказать, что мы реплицируем Только вот эту табличку Либо Как-то вот Выборочно делать репликацию Либо мы реплицируем только те записи У которых Тип данных относится к продажам То есть там Либо поле такое-то заведено То есть Выборочной репликации не получается В случае с Postgres Есть весьма специфичный минус Поскольку Передается информация Ну, в Postgres Используется мультиверсионность Возможна ситуация Когда вакуум Пометит часть данных Как более неживую И передает ее по реплике Если клиентское приложение Будет использовать Выполнять транзакции Которые потенциально могут Эти данные захотеть Которые вот сейчас Прилетит окончательное Бесповоротное удаление В транзакшен логе То реплика начнет отставать Транзакция закончится И реплика начнет опять догонять Вот такая вот проблема Имеет место быть Еще один важный момент Опять-таки Всякие вакуумы Изменения индексов Изменения данных Изменения балабов Тост-хранилищ Они все попадают В транзакшен лог Абсолютно все Как следствие Вроде бы поменяли чуть-чуть А по факту поменялось Несколько страниц памяти И на одну запись Может быть очень много Дополнительной Сопутствующей информации В случае если у вас Один дата-центр Это как бы не проблема Если оно разнесено Географически Могут быть Беды И в случае физической репликации Невозможно Мастер-мастер репликация То есть Один мастер Второй слой Все Точка Мастер-мастер Репликацию организовать нельзя Так Следующий вариант Логическая репликация Логическая репликация Передает данные Исторически В Postgres Первый вариант Логической репликации Был реализован Сторонним приложением Которое называлось Слони Не знаю Как Как это связано С логотипом Postgres Но тем не менее Суть заключалась в следующем Они создавали Это было дополнительное расширение Которое создают триггера И эти триггера Ловят информацию о том Что поменялось Передают ее на реплику И там Выполняют Запросы Изменяющие эти данные Вот так На триггерах Закат солнца вручную Все работало Так продолжалось Где-то до девятой версии Postgres В девятой версии В девятой версии Postgres Пришла Физическая репликация И где-то В версии Девять четыре Если мне память не изменяет Появилась Логическая репликация На уровне самого Postgres Целиком ее В Postgres Нету Есть только Одна запчасть Запчасть Это называется Logical decoding Это достаточно Забавная конструкция Которая делает Следующее Она берет Данные Которые записаны В лог транзакции Проворачивает фарш Через мясорубку В обратную сторону И Исходя из этого Выясняет Какие записи Поменялись То есть Такой Хитрый парсер Лога транзакции Который Имея метаданные О структуре Таблиц Имея Этот лог транзакции Позволяет Получить информацию О том Какие записи Менялись И в каких Паях Что было Что стало Вот эта Часть Называется Logical decoding Она Попала в Postgres В рамках Реализации Проекта Postgres BDR Bidirectional Replication И в частности Используется Для логической Репликации Как в проекте Postgres BDR Так и PgLogical PgLogical Реализует Логическую Репликацию В виде Расширения Postgres Да Идея следующая Произошел Ну Запросы на select С ними все понятно Их рефрицировать Не надо Запрос на update Произошел Update Записи И Update Account Where Bob Where Account Name Равно Bob Set Money Равно Money Плюс 100 Ну Условно Вот такой Запрос То есть Несчастному Бобу Нет Счастливому Бобу Накинули Значит 100 единиц Велико Монгольских Тугриков Что произойдет В этой ситуации В этой ситуации Меняется Запись Боба И как только Транзакция Коммитится Она попадает В лог Транзакции Дальше Приходит Logical Декодинг Читает Что произошло Произошло изменение Страницы С записью Таблицы Account Которая Содержала В себе Идентификатор Допустим 42 Имя аккаунта Боб И допустим Мани у него Было 1000 Стала Стала Идентификатор 42 Имя аккаунта Боб И Мани 1100 И вот Эту информацию О том Что стало Получает Logical Декодинг Далее Имея эту информацию PG Logical Уже Способен Сформировать Запрос Update Аккаунт В ID 42 Сет Мани 1100 То есть Запрос Не переформулируется Накатываются Именно Те же Изменения Если Update Не затронет Ни одной записи Он не попадет В реплику Если Update Изменит Несколько Записей Он Будет Передан Именно Как Изменение Этих Несколько Записей Одним Запросом Пятью Запросами Это Уже Детали Реализации Но Суть В том Что Он Работает Именно На Уровне Изменения Записей Как Следствие Для того Чтобы Эта Конструкция Вообще Могла Шевелиться В таблице Аккаунтов Должен Прайм Рекей Либо Уникальный Ключ Да Мы И там И там Смотрим Журнал Транзакции Только В одном Случа Мы Передаем Сам Журнал Транзакции В другом Случа Мы Передаем Изменения Давайте Плюс И Минус Рассмотрим А потом Будем Задавать Вопросы Всего Два Слайда На Эту Тему Плюс Плюс Первый Более Компактный Обмен Данными В общем Случае За счет Чего За счет Того Что В случае С вакуумом У нас Не передается Вообще Никакой Информации В случае С множеством Индексов Изменения Индексов Также Не передаются Они Передаются Изменения Записи Второй Момент Если На мастере Начало Сервер Начал Дурить У него Сбоит Рейд Сбоит Рам Сбоит Ссд То есть Все Вот Ему Плохо Он Начал Выдавать Неадекватные Данные Репликация Становится Прилетит Негоректный Запрос На Слейф Слейф Посмотрит На это Дело Скажет Что Вы Пытаетесь Подсунуть Я Вызываю Системный Администратор А почему Разбирается Что у него Происходит Вот Следующий Момент Приятный Ну то есть Не может Остановиться За счет Вакуума То есть В случае С физической Репликацией У нас Прилетели Изменения Которые Удаляют Данные Которые Были Порождены До транзакции Условно Г-42 Если мы Выполняем Выполняем Запрос Который Может Видеть Данные Транзакции 40 То Реплика Не будет Накатываться Пока Мы не Закончили Работу С этой Транзакцией В случае С логической Такой Проблемы Нет Прилетели Изменения Применили Изменения Все Хорошо Логическая Репликация Может Работать Если У нас Разные Версии С Убд Технически Можно Организовать Логическую Репликацию Если у нас Вообще Разные Субд Можно Реплицировать Данные Из Postgres В MySQL Я Сомневаюсь Что Есть Такое Решение Готово Из Коробки Но Технически Сделать Можно Потом Может Отличаться Схема На Реплике Может Больше Индексов Может Быть Меньше Индексов Можно Сделать Передачу Части Данных На Реплику Передавать Часть Данных Можно Какие Данные Не Передавать На Реплику И Потенциально Можно Реализовать Мастер Мастер Реплика Поскольку У нас Единица Изменения Записи Мы Можем Пытаться Изменять Эти записи Там И Там В Случае С Бинарным Логом С Логом Транзакции Лог Транзакции Это Единая Длинная Пачка Информации Которая Может Меняться Только С одной Машины Есть Недостатки Первое На Нагрузка Потому Что В случае Если С Бинарной Репликацией Нам Сказали Пиши Мы Пишем В Случае С Логической Репликацией Сказали Писать Мы Пишем В Случае С Логической Репликацией Надо Найти Запись Поменять Ее И Тогда Значит Изменения Зафиксированы Крайне Аккуратно Надо Работать Со Схемой Данных Если Мы Можем Делать Разную Схему Данных Но Если Мы Сделали Разную Схему Данных То За Это Отвечать Мы Тоже Будем Сами Отстрелить Все Ноги Гораздо Проще И Хорошего Решения По Миграции Схемы Нет В Случае С PG Logic Postgres BDR Есть Отдельные Хранимые Процедуры Для Выполнения DDL Запросов Если Мы Хотим Сделать Alter Table Мы Дернуть Специальную Хранимую Процедуру В Которую Паковать Этот Alter Table И В 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 Выглядит Как Костыль Крякает Как Костыль И Является Костылем Вот Так Давайте Вопрос Да При физической Репликации У нас Запросы Которые Не Изменяют Состояние Они Как-то Передаются На реплику Или нет Не Там Ну Смотря Что Если Мы Хотим Выполнить Запрос Который Не Меняет Состояние СБД Мы Можем Его Выполнять Как На Мастере Так И На Реплике Если Мы Выполнили На Мастере Мастер Вернет Результат Но Поскольку Он Никак Не Затрагивает Данные Не Меняет Журнал Транзакций Поскольку Не Меняет Журнал Транзакций Не Попадает Физическую Репликацию И Она Также Не Попадает В Logical Decoding Соответственно Ничего Не Происходит Слейф Про Этот Запрос Ничего Не Узнает Так Еще Вопросы Есть Ну Поехали Как Обстают Дела У Соседей Есть С Убд Майскуэль Там Репликация Устроена По-другому В Майскуэль Нет Физической Репликации Вообще Лекция Посвященная Сравнению Майскуэль И Позгаса Будет Отдельно Она Будет Последней Лекцией Которой Я веду Это Соответственно Через Одну Лекцию Вот Но Про Реплику Расскажу Сейчас Значит В чем Суть Реплики В Майскуэль Для Начала Надо Немножко Остановиться На том Как Майскуэль Устроен Такой Замечательный Слайд Волгополучно Скопированный Откуда-то С документацией Майскуэль Майскуэль И Суть Его Заключается В следующем Если Посмотреть То Майскуэль Сервер Состоит Из Вот Здесь Два Слоя Есть Первый Слое Это Первая Часть Это Собственно Сервер А вторая Майскуэль Упомянует Майскуэль Реализована Волгоничная Явный Конфликт Интересов Вот Эта Проблема Она Проходит Через Майскуэль Красной Нитью И Отражается На Всем Функционале Который Там Есть В частности На Репликации Почему Возникает Следующая Ситуация Если Мы Возьмем Позгруз Позгруз В качестве Основной Точки Из Которой Растут Ноги У Репликации Является Лог Транзакции В Майскуэле Нет Лога Транзакции Вот Движке Майскуэле Его Нет Он Есть Отдельно Внутри Хранилища И на ДБ Но Движок Про него Ничего Не знает А Репликацию Они Сделать Хотели В результате Они Завели Отдельный Лог Который Используется Для Репликации То есть Лог Транзакции Отдельно Лог Репликации Отдельно Суп Отдельно Котлеты Отдельно При этом Передавать Информацию О том Как Она Променялась На Диске Они Тоже Не Могут Апи Не Позволяет Соответственно Записываются Именно Изменения Записи Как Какие Изменения Протолкнул Движок Внутрь Хранилища Соответственно Мы получаем Ситуацию Когда Репликация Только Логическая И Отдельный Журнал Для Репликации Исторически В MySQL Было Выделено Три Вида Репликации Репликация Statement Она Появилась Самой Первой И Базировалась На Предположении Что Если Мы Будем Выполнять Одни Те же Запросы На Update То У нас Будет Одинаковый Результат И там И там Это Предположение Оказалось Немножко Неверным Если Мы Выполняем Одни Запросы На Update Мы Можем Получить Разное Состояние Баз Данных Ну Самый Простой Пример Который Может Прийти На Равно Рандом Все Этот Запрос Нельзя Выполнить Просто Так Легко И Непринужденно На Двух Копи Расс И Гарантированно Получить Одинаковый Результат Вы знаете Там Начали Появляться Подпорки На Тему Того Который Сейчас Час А Какое Было Последнее Добавлено ID И так Далее Вся Вот Эта Информация Начала Продезать Порки Следующий Элемент Который Был Сделан По Моему Майску Л55 Это Ролл Репликация Ролл Репликация Говорит Что Передает Информацию Именно Что Изменилось В Записях Что Было Что Стало Она Получилась Вполне Себе Гораздо Более Надежной Но Передавать Стало Данных Как Можно Больше Гораздо Больше То есть Мы Где-то Выполняем Запросы Серии Делить Звездочка From Full То Очевидно Что Передать Список Всех Удаленных Записей Стоит Дороже Чем Одну Строчку Запросов В Результате Появился Такой Вид Репликации Как Mixed Когда Если Запрос Безопасен Мы Передаем Сам Запрос Если Запрос Потенциально Опасен Мы Передаем Изменения Записи При Этом В Случае ДДЛ Запросов Они Всегда Передаются В виде Запроса Из Забавных Вещей Которые Возникли В данной Ситуации Например Было Поведение Таблиц Которые На Передаются Изменения Вот Этих Таблиц В памяти Реплика Перезапускается Передается Следующее Изменение Таблиц В памяти И Реплика Останавливается По причине Того Что Менять Данные Нельзя Их Нет То Есть На Уровне СУБД На Уровне Движка СУБД В общем То Нет Надо было Это аккуратно Тюнить То есть Если мы делаем Реплику Не используем MySum Выкидываем Из реплики Все таблицы Которые лежат В памяти И не хранятся На диске В общем Все это Надо крайне Аккуратно Конфигурируют В чем проблема Кроме того Что это надо Аккуратно Конфигурируют Репликация В MyScoil Порождает Больше записей На диск Ну где-то Раза в полтора Почему Потому что Мы пишем В репликацию Ой Мы пишем В таблицу С данными Мы пишем В журнал Транзакции Мы пишем В журнал Репликация У нас два Журнала Пишем Больше Поскольку У нас два Журнала Мы получаем Двухфазный Коммит На ровном месте Двухфазный Коммит Это достаточно Дорогое удовольствие Соответственно Включая реплику На мастере Мы автоматически Приседаем По производительности Реплика Выполняет Все запросы Строго по очереди Всегда В результате Можно добиться Такой Забавной Ситуации Когда у нас Мастер Выполняет Какой-то Набор Запросов Эти Запросы Работают Мастер Весь из себя Обрабатывает Чтение Обрабатывает Запись Весь под Нагрузкой Все у него Хорошо Он справляется Рядом Точно такой же Слейф Который Принимает Реплику С мастера И он Не справляется Потому что Мастер Пишет Все В несколько Потоков Он Группирует Записи Записывает И в Группы В журнале Транзакции А Несчастный Слейф Вынужден Все то же Самое Делать По очереди Из Забавных Моментов Журнал Реплики Можно в Майской Читать Глазками То есть Его можно Разобрать И посмотреть Какие записи Реально Менялись В частности Именно Благодаря Этой Особенности На Одах Удалось Починить Забавный Бак Когда У людей Сбрасывался Прогресс По ПВП Боям Самое Ну то есть Жалобы На эту Проблему Были Давно Но Когда Выяснилось Что Когда Проблему Обнаружили Мы Смогли Сформулировать Условия При Котором Эта Проблема Возникала Это Условие Само По Себе Было Феерично Что Если Игрок Вышел Из Час Ночи Пять Минут В ночь Со Среды На Четверг Тогда У него Сбрасывался Прогресс Если Если Он Выходил В любой Другой Момент Все Было Хорошо Вот Ну собственно Нашли Вот именно По Журналам Реплики Информацию О том Когда Это Происходило Дальше Уже По Коду Нашли Ну и Среди Каких Запросов Среди Каких Изменений По Коду Смогли Найти Это Место И Вот Вывели Такую Формулу Повторения Этого Бага И Самое Страшное То Что Часть Запросов Не Может Быть Выполнена В Случае Майсквельной Репликации Корректно Ни При Каких Пословиях Вообще Почему Данный Запрос Ломает Реплику Кто Скажет С высокой Долей Вероятностью Он Реплику Разломает Ну Почему Ну Из-за Автоинкремента Звучит Хорошо Но Конкретнее Конкретнее Почему Что Произойдет Очевидно Что добавляется Поле Автоинкремент Значит Это поле Как-то Влияет На Данный Процесс А по Какой Причине Проблема В том Что Порядок Записи Физически Внутри Таблицы Фу Он В общем-то Никем Не Определен И Физический Порядок Записи Может Быть Разный Как На Мастере Так И На Реплике Скорее Все Он Будет Разным Дальше Мы Получаем Ситуацию Когда Идентификатор Выдается Именно По Порядку Хранения Записи И Один И тот Же Идентификатор Будет Присвоен Разным Записи Соответственно Реплика Разойдется И Через Какое-то Время Не Сразу Иначе Было Слишком Просто Она Остановится Когда Она Остановится Начнется Разбор Полетов Со Словами А что Вообще Произошло И выяснится Что Месяц Назад Произошел Волшебный Запрос И У нас Данные Отличаются Уже Месяц Как Вот Такая Красота Да В случае В случае С Месяц Коэлем Он Втиху Его Проглотит В случае С Подгрессом Все равно Придется Выполнить Этот Ну Какой-то Альтертейбл Придется Выполнить В любом Случае Но его Надо будет Завернуть В Хранимую Процедуру То есть Вы Ну то Случайно Его Не Сделать В Майск В чем Проблема У вас Есть Приложение Приложение Ничего Не знает Про Реплику Вы Включили Реплику У вас Настало Счастье Казалось До того Момента Когда По Какой-то Причине У вас Данные Не Разойдутся Если Приложение Не Поддерживает Логическую Репликацию То есть Не Писалось С Учетом Того Что Вот Так Делать Нельзя То Оно Может Отстреливать В любой Момент Это Будет Неожиданностью Для Всех Опять Таки Когда Пишешь Такой Запрос То Сходу Никаких Значит Стоп Сигналов В голове Не Происходит Что Надо Помнить Про Реплику Иначе Вот Все Разнесет Пщи Такого Нет Когда Разносит Тогда Начинаешь Разбираться А почему Разнесло И Выясняется Что Порядок То Может Отличаться Ну И Касается Это На самом Деле Любого Запроса С Лимитом Например У Которая Стерна Рубай Но Нет Лимита Обновление 10 случайных Записей Удаление 10 случайных Записей Вот И В Случай С Подгасом Это Надо Будет Выполнить Явно Будет Та же Самая Проблема Что делать Как добавить Этот столбец Корректно Но Да Проблема будет Она никуда Не исчезнет Не Исправить Проблемы Можно Я не говорю Что это Невозможно Проблема В том Что Надо Будет Как-то Предпринимать Дополнительные Усилия То есть Тут В целом Ситуация Симметричная Используйте Логическую Репликацию Будьте Готовы К тому Что В случае Изменения Схемы С этим Надо Будет Как-то Этот момент Надо Будет Учитывать Так И Когда Я был Молодой Зеленый Даже не так Еще более Молодой Еще более Зеленый У меня Было Сблуждение На тему Того Как работают Кластеры Поэтому Я про них Тоже Немножко Скажу Значит Суть Следующим Когда Возникает Мысль Что Вот У нас Есть Субд Она Поддерживает Кластеризацию Ну Например Возьмем Мсскуэль Сервер Она Поддерживает Кластеры Значит Возникает Такое Ощущение Что Мы Можем Взять Пять Условно Говоря Машин Поставить На Каждый Из Мсскуэль Щелкнуть Настройкой В конфиге И Настанет Части Упускают Как Мсскуэльный Кластер Работает Увы Не Мсскуэльный Мсскуэльный Суть Где-то Видел Вот Эту Замечательную Классификацию По Тому Какие Данные У них Собственно Являются Общими Первый Самый Простой Вариант Для Программиста Это Общая Память Эмулируется Операционная Система Делает Вид Что Весь Этот Зоопар Компьютеров Который К ней Подключен Обладает Общей Памятью И Вообще Процессы Живут В одном Адресном Пространстве Запустили Условно Говоря Тот же Самый Postgres Он Запустился Он Автомогически Раскидается На Кучу Нод По причине Того Что Он Использует Внутри Себя Многопроцессорную Модель На Каждый Worker Это Именно Свой Процесс И Вроде Бы Счастье Счастье Будет Недолгим Потому Что Основная Проблема В том Что Синхронизация Операции По работе С общей Памятью Будет Достаточно Дорогой Следующий Вид Кластеров Это Кластер С общими Дисками Суть Заключается В следующем Есть Кластерная Операционная Система Там Microsoft Windows Сервер Кластер Edition Либо Там Еще Какая То Которая Берет На себя Часть Работы По Организации Взаимодействия Хостов У нее Общий Общедисковое Хранилище Которое Значит Видит Все Ноды Физически Это Обычно Какая-то Полка С дисками Подключенная По оптической Паре По оптоволокну И Дальше Они Используют Именно Вот эту Общую Дисковую Полку Так Вот Значит Когда Говорят Про Кластеры В Субэдэ В большинстве Случаев Подразумевает Именно Такую Конфигурацию Когда Есть Кластерная Операционная Система Сверху Кластерной Операционной Системы Крутится Субэдэ Поддержит Интегрированная С этой Операционной Системой И Все Данные Субэдэ Лежат На Отдельном Внешнем Хранилище Которое Общее Для Всего Кластера Это Такая Маленькая Деталь Которую Для Меня В свое Время Она Стала Открытием Поэтому Про это Надо Знать И Еще Один Вариант Кластера Это Когда Нет Ничего Общего Есть Куча Нот На Уровне Операционной Системы Никак Принципиально Не Поддержано И На Уровне Приложения Идет Как раз Вся Кластеризация Возгресс Должен Работать Самым Верхним Вариантом С ним Вообще Все Что Угодно Должно Работать Вариант С Общими Дисками Не Поддерживает Вариант С Ничего Общим Он Тоже Не Поддерживает То Есть Кластеризации Из Коробки В Подгресс Нет Ну И Вариант С Общими Дисками Как Показывает Практика Это Достаточно Дорогой Вариант С Точки Зрения Цен На Оборудование И На Программное Обеспечение Есть Отдельный Проект Который Позволяет Реализовать Кластер В режиме Нет Ничего Общего То Есть Кластеризация Именно На Уровне Самого Postgres Называется Postgres Excel Последняя Его Версия Базируется На Версии Postgres 9.5 Вроде Даже Работает Так Что Если Понадобится Кластер Я бы Смотрел В его Сторон Ну Поговорим Про Полнотекстовый Поиск Зачастую Хочется Найти Что-нибудь Хорошее Белое Пушистое Для того Чтобы Искать Текст Ну Вообще В чем Проблема Можно Взять Поле Взять Слова В котором Мы хотим Найти Сделать Кучу Длинное Выражение В Где В Текст Like Под Слово В Процентиках And Опять Этот же Текст Like Опять Процентики В процентиках Нужное Слово И так Далее Получить Такую Длинную Значит Простыню И Выполнить И Субод Даже Найдет То Что Мы хотим Но Есть Нюансы Нюанс Первый Полнотекстовый Поиск Хочется Чтоб Работал Быстро В Случае С лайками Будет Большая Проблема Связанная С тем Что Не будут Использоваться Индексы Не будут Использоваться Индексы Будет идти Все время Полный Просмотр Записей И Чем больше Записей Тем медленнее Выполняются Запросы В общем Как-то Не масштабируется Схема Следую Следующее Что Хочется Хочется Чтобы Запрос Выполнял Чтобы Учитывались Все формы Слов Чтобы Мы могли Вписать Нормальные Слова И он Эти Нормальные Слова Проживал Именно Как Слова То Есть Не Не Было Такой Ситуации Что Надо Впихивать Какие-то Огрызки Слов Которые Потом Он Будет По Подстраке Находить Нужно Чтобы Учитывалась Частота Вхождения Слов Если Мы Ищем Под Большим Блоком Текстов То Мы Хотим Чтобы В первую Очередь Были Найдены Результаты Были Отображены Результаты Где Эти Слова Искомые Слова Находятся Рядом Не В разных Частях Документа Именно Чем Ближе Тем Лучше И Еще Возможно Неприятная Ситуация Когда Приложение В котором Будет Реализован Будет Использоваться Поиск Реализуется На нескольких Как Минимум В нашем Случае Это Будет Русский Английский Очень Редкая Ситуация Когда Вы Делаете Какое Приложение Нет Латиницы Скорее Всего Она Туда Какими Окольными Путями Пролезет Если Же Данное Приложение Будет Использоваться Зарубежными Партнерами Тогда Все Еще Хуже Потому Что Писать Полнотекст Свой Поиск Ручками Для Языка Которого Ты Не Знаешь Это Еще То Удовольствие В Некоторых Ситуациях Для Того Чтобы Решить Проблемы С Полнотекстовым Поиском Пользуются Сторонними Библиотеками Какой Люцен Ставят Или Сфинкс Выгружает В него Данные И Ищут По Этим Библиотекам При Помощи Этих Библиотек В чем Проблема Такого Подхода У У вас Данные Лежат Отдельно В базе Отдельно В системе Полнотекстового Поиска И Они Должны Быть Как-то Синхронизованы Между собой Согласованы Согласованности Добиться Трудно Следующий Момент Если Вы Получаете Результат Поиска По Полнотекстовому Поиску Потом Вы Не Можете Сделать Никакой Нормальный Фильтр На Основе Данных С УБД И Наоборот Вы Можете Получить Данные С УБД А потом Как-то Соединить Выборку По условиям Которые Есть В базе И По условиям Полнотекстового Поиска Не Получается Вам Нужно Это Соединение Делать На Уровень Приложения Вы Получаете Слишком Много Записей Оттуда Слишком Много Записей Отсюда И Откидываете Лишнее Остается Там Две Три Записи Но Вычислительные Ресурсы Уже Потрачены В результате Возникает Ситуация Когда Крайне Желательно Иметь Средство Позволяющее Получить Адекватный Не уровень Яндекса А именно Адекватный Полнотекстовый Поиск На уровне С УБД Встроенными Средствами Чтобы Не мучиться На тему Того Как выполнить Этот запрос Неболее Эффективно Не мучиться С языками А просто Чтобы оно Работало В Postgres Есть Механизм Полнотекстового Поиска Значит Как Работает Полнотекстовый Поиск В общем Случае Первое Берется документ И разбирается На составные Части Пробелы Отдельно Запятые Отдельно Слова Отдельно Дальше Вот эти Фрагменты Текста Преобразуются В лексемы То есть Слова Из них Нужно Получить Какое-то Вот Есть Условно Говоря Слово Вот Лексемы Хорошее Слово Слово Лексемы Но мы Хотим Хранить Слово Лексема Потому что По слову Преобразуются К какому-то Каноническому Виду Чтобы нормально Обрабатывать Путежи И прочее И После этого Весь этот Индекс С сохранением Все информации О том Где эти поля Встречались В исходном Тексте Сохраняется На диск То есть Это вот Общий алгоритм Слово Форма Почему Надо учитывать Слово Форма Ну Самый простой Пример Мама Мыла Раму Если мы Захотим Его найти По запросу Мыла Раму То тут Никаких проблем Нет Эти два слова Непосредственно Присутствуют В Тексте Если мы Возьмем Более Сложный Запрос Мыть Раму Мы хотим Найти Какой-то Документ Где что-то Было Про то Как мыть Раму Кто ее Мыл Мы набираем Если в Простейшем Случае Мы не найдем Это слово Потому что Мыть И мыло В общем-то Это Сравниваем Это разные вещи Ну С рамой Опять все хорошо В некоторых Случаях Может быть Еще хуже Допустим Мы хотим Найти Мягкую Текст Про мягкую Булку И Опять-таки У нас возникает Проблема С тем Что Булка Булок Мягкая Мягких Как Эта проблема Решается Есть несколько Вариантов Решения Этой проблемы Самый простой И очевидный Берутся Слова И приводятся К какому-то Каноническому виду Который будет храниться Есть Два подхода Подход первый Оторвать окончание То есть И подход второй Это Работа по словарю Значит Еще один момент По поводу Оторвания Окончания Заключается В следующем Чтобы оторвать Окончание Надо знать О какая-то Часть речи Вот Например Слово Мыло Это у нас что Глагол С точки зрения Окончания Это вполне может быть И существительное Ну то есть Если не знать Смысл этого предложения То мыло Это вполне может быть Существительное И это корректно То есть У нас Слово Мыло Может трактоваться И как Глагол И как Существительное С окончаниями Все не очень просто Например Возьмем Простое Русское слово Кровать Какая это Часть речи Ну ваши варианты Существительное Смотрим суффикс Овать Это глагол Глагол Несовершенный вид Значит Тип спряжения Классификации Залезняка 2Б Его Проспрягать Даже можно Я Крую Ты Круешь Он Крует Мы Круем Вы Круете Они Круют Повелительное Наклонение Круй И Ну в общем-то Конфуз может случиться Если опираться сугубо на окончание Ну если смотреть на окончание То Мы получим Овать Это вполне себе окончание глагола А как вообще определяется Где именно окончание Что это именно Суффикс Суффиксы Тупая машина Смотрит на слово Она не знает ничего Нет у нее многолетнего опыта Она не знает Как эти слова Что они означают в реальном мире Она смотрит на слово Правило Ну Самый простой способ Который идет алгоритмически Это оторвать окончание Вот в случае с Оторвать окончание Когда мы ничего не знаем про слова Слово кровать Внезапно становится глаголом Это Смотрится несколько странно Но Тем не менее Поэтому Для качественного поиска Надо использовать словари Если мы используем словари То в словарях есть слово кровать И такого кажется не случается Если у нас попадается Какое-то слово Которое Отсутствует в словарях То Оно идет по общему принципу Оторвание окончания И там как бы уже Как повезет А что с мыло Оно будет в словаре Как оба варианта Да Оно И торректоваться будет При поиске как оба варианта Ну поехали Значит Для решения вот этой проблемы Со словом кровать Со словом мыло И прочей Значит Радости жизни Postgres позволяет Использовать словари При работе с Полнотекстовым поиском Что он умеет Со словарями Первое Он может определять Стоп слова Слова Которые не надо искать Вообще ни при каких обстоятельствах Предлоги Самый типовой пример В английском языке Определенный Неопределенный артикль Настолько часто встречается Что его никто не индексирует Никому не интересно Сколько раз Зе Появилось в английском тексте Вот То есть это Стоп слова Синонимы В некоторых ситуациях Хочется, чтобы поиск Учитывал синонимы Словари синонимов Тоже бывают Их можно найти И воспользоваться Значит этим счастьем Приведение значит Словарей Слов к вот этим Канонической форме Когда у нас идет Кровать Ковать Это все-таки Разные слова Одно глагол Второе существительное Хотя суффикс Вроде бы одинаковый При помощи словаря Они приводятся К адекватному виду Слово кровать Остается кроватью Слово ковать Остается глаголом И Правило отрывания Окончаний Тоже Может быть Описано В словарях Соответственно В случае Использования Словарей Оно будет Гораздо более Адекватным Чем то Которое заложено Непосредственно В СУБД В СУБД Заложено Только базовые Правила Работы Со словами Ну Пример Допустим Мы хотим Взять словари Для русского языка В нашем случае Это может быть Вполне законное желание Самый простой способ Откуда их можно взять Это взять их можно Из MySpell Это общедоступные словари Которые в частности Можно поставить Как пакет в Убунту Можно скачать отдельно Как кусок Этого Либри офиса И В них например Словаря Словари для суффиксов Аффикс И словарь Который просто Словарь Чистей речи Это диктор То есть Распаковать И подложить их К постгрессу К данным Берем словари Кладем к постгрессу И постгресс Имеет теперь Возможность их читать Чтобы он ими пользовался Тем не менее Нужно ему сказать Об этом как-то явно Определяется словарь Дается ему какое-то имя Говорится шаблон Словаря По которому мы берем По которому он будет обрабатываться То есть формат словарей Задается И имена файлов Которые используются Для этих словарей Базовая часть Расширения Он потом сам запишет То есть В данном случае Он съест Вот эти вот Два файла Со словарями Потом Добавляется конфигурация Для поиска Полнотекстового Создается Полнотекстовая конфигурация И В этой полнотекстовой конфигурации Говорится Что мы Тип слова Тип частей слова Будем использовать При помощи Вот этих вот Того словарика Который мы только что создали Если у нас ничего не получилось Мы будем использовать Дефолтовый стемминг То есть Отрывание окончаний Да Они хранятся В директории User Share Postgres Номер версии TsearchData Тут Мы должны Мы должны знать Где они хранятся Он их ищет В строго определенном месте Ну 9.6 Очевидно Будет искать Их в другом месте После того Как словарь Подключен Им можно пользоваться Например Хороший пример Мама Мы урама Мы берем И говорим Значит Для поиска Для индексации Поиска Используется Отдельный тип Данных Для хранения информации И полнотекстового поиска Тип данных Этот называется В подразделении TseVector TextSearchVector TseVector Есть такая Замечательная Командочка Она позволяет Увидеть А что собственно говоря Ну то есть Преобразовать Вот этот вот Вот этот текст В соответствии С соответствующим Словарем Словаря Это встроенный Словаря Подраз Который есть И который занимается Только отрыванием Окончания Он ничего не знает То есть Словаря Не использует И он Сделает следующее Он оторвет сообщение Окончание От мама От мыла И от рамы И вот По вот этим словам Будет искать Мам Мыл Рам Ну С кроватью Он очевидно Облажается В случае Если мы Используем Словарик Который мы Только что Создали И назвали Ру То Он воспользуется Словарем И слово Мама Останется мамой Мыло Распадется На два слова Слово Мыть И слово Мыло Потому что Определить Алгоритмически Ну Какая часть Речи у данного слова Задача нетривиальная Проще Держать два Варианта И так И сяк Слово Раму Распадется На слово Рама То есть Вот эта информация Уже будет использоваться Для полнотекстового поиска Вне Как видно Хранится слово И позиция этого слова Проведковый номер Также Отмечу отдельно Здесь это не видно К сожалению Что слова Приводятся К нижнему регистру То есть Полнотекстовый поиск Он весь регистр Независимый Было бы странно Если бы он был Регистра зависимым ТС вектор Указываем словарь И указываем фразу Если мы словарь не указываем Используется словарь по умолчанию Например Съешь еще этих мягких французских Дальше я не стал продолжать Потому что Сылать не резиновый Еще мягко Съешь французский Это дефолтовый словарь Это дефолтовый словарь Который словарь по умолчанию Переопределяем словарь по умолчанию Переопределить словарь Переопределить словарь можно Как на уровне Всего инстанца Так и на уровне Собственно Подключения к BD Можно добавить этот параметр В конфигурацию И тогда он Будет использоваться по умолчанию Всегда И делаем еще раз Тут S-вектор И он выдает гораздо более Привычный Для Русского человека результат Мягкий Съешь французских Французский этих Ну поехали дальше Ну разница между Стеммингом И работой по словарю Понятно надеюсь Кому непонятно Будет этот Кровать Вот Собственно поиск Хорошо Мы можем получить Набор слов По которым искать Вопрос возникает о том А как искать Ну у нас есть набор слов Что дальше Дальше можем сделать Следующий кульбит Для поиска Используется волшебный оператор Две собачки В Postgres много разных Операторов Совершенно неожиданных Это вот один из них Две собачки Запрос Текст в Тс-квери Текст в search query Поисковый запрос Это именно тип данных В Postgres У него много типов данных Это такой же тип данных Как скажем у него текст По иерархии И По вот этому Данному Поисковому запросу Ну то есть Удовлетворяет ли Поисковому запросу Мягкая булка Вот это за волшебный текст Съешь еще этих Мягких французских булочек И он скажет истинно Да удовлетворяет Есть волшебная фраза Тс-хедлайн Если мы хотим подсветить Результат Поиска по поисковому запросу Выделяет его тегом Мама была милой Мама была милой Все нормально И отдельный еще запрос Который может использоваться Для сортировки Это можно спросить А насколько данный текст Соответствует данному Поисковому запросу В этих Как бы Степень соответствия Это Тс-ранг И вот собственно То же самое Текст и поисковый запрос Мы увидим Что он присвоил Соответствие этому тексту А пострактное число 0.98 И так далее Соответственно В классическом случае Мы получаем В по Две собачки Ордер Бай Тс-ранг Деск Если хотим подсветить Можно воспользоваться Штатной функцией Тс-хедлайн Если не хотим подсвечивать Можно не воспользоваться Этой функцией Дальше В некоторых ситуациях Нужно Отличать А где текст появился Текст в заголовке Очевидно Более Полезен Чем текст Который находится Где-то В глубине Самого Самой страницы Если искомое слово Попадает в заголовок То Обычно оно полезнее И с ним В результате Разным Разному тексту Можно добавить Разную группу Например Печаточка Ну ладно Сетвей Добавить вес Добавить вес Тс-квери И какой-то вес Какая-то буква Данный вес Будет добавлен Каждому слову Внутри данного запроса То есть Если Например Для вот этой строки Это будет Запрос Мыло Двоеточие 1b В этой ситуации При поиске Можно указать Что мы хотим найти Все слова Мама Если они попадают Либо в группу А Либо в группу Б Что это значит? М? Что это значит? Разная группа Присваивается Разным частям текста И при поиске Мы можем Заказать Только те слова Которые попадают В какую-то Изную из групп Вот эти Группы Они В исходном Множестве поиска Должны быть Заранее проставлены? Да Ну очевидно Что если они не проставлены То он как-то На автоматистике Не узнает Что их заголовок Что есть Нет Ну Для него Все это набор слов Какой-то текст Что это за текст В общем-то Неведомо Вот Соответственно Здесь у нас Мама попадает В группу А И этот запрос Мама В группе Либо Б Либо С Он как бы Выдаст Что Не нашли Ну Все вместе Создается Таблица В таблице Отдельно Добавляется Столбик ТС Вектор Тип Если мы Хотим Искать По этому Полю А в общем-то В противном Случае Зачем бы Нам его Добавлять Нужно Добавить Индекс Индекс Используется Типа Запросом Понятная Идея Нет Да Никак Он это Не знает Ему Сказали Что Построй Индекс По полю ФТС Вот Вот Поле ФТС Скажешь Другое Поле Он будет Строить По другому Полю В ФТС Мы кладем Данные Для полнотекстового Поиска На четвертом Запросе Нет Ну Данные Для индекса Заголовка Данные Для индекса Тела Вес Он добавляется К слову Вот Этим словам Он добавляется То есть Допустим Если Выполнить Запрос Ту Тест Вектор Например И здесь Скажем Фу Бар Вот То У нас Будет Выглядеть Это Примерно Следующим Образом Фу Двоеточие Один Бар Двоеточие Два Это Слово Это Позиция Слово Позиция Если Мы Выполним Сет Викт Какой Допустим А То Вместо Вот Этой Штуки У нас Будет Фу Двоеточие Один А Бар Двоеточие Два Две Вертикальные Палочки Это Конкатенация Да Просто Конкатенация А дальше Конкатенация Здесь у нас Получится Хоку Двоеточие Один А Голос Двоеточие Один Б Модем Двоеточие Два Б Как Я не знаю Попадет Соплист Не попадет Ну будем считать Не попадет Как Двоеточие Три Б Он Двоеточие Четыре Б Напоминать Двоеточие Пять Б Пенье Двоеточие Шесть Б Цикада Двоеточие Семь Б Где Вот это Хитрость Это чтобы Слэшен Приктовался Как переход На новую строчку Нет Просто Хитрый Скипинг Строк Если Его убрать То В строке Так и Останется Совершенно Если Его оставить То Оно Стандартное Систайло Эгранирование Будет работать У нас И так Несколько Строк Видишь Три Голос Модема Как он Напоминает Пенье Цикады Три Строки Ну Несколько Вот Отдельный Апдейт Здесь Не Нужен Единственное Для чего Он был Сделан Для того Чтобы Не Раздувать Вот этот Вот Инсерт На Четыре Строки То есть В большинстве Случаев Именно Добавление Записи И Добавление Полнотекстовой Информации Ну Идет Одним Запросом Либо Дальше В конце Делается Апдейт Сет В Айди И Дальше Идентификатор Записи Тут Просто Для краткости Примера Вот Это Лишнее Выкинуто Вот эти Поля ФТС Их можно Селектить Их можно Смотреть Глазками Они имеют Вполне Приличный Читаемый Вид Ну То есть Примерно Вот так Вот Выглядит Внутри Это Массивоподобная Структура Но Отображается Она Вполне Адекватно И Ей Можно Смотреть Тут Возникает Интересный Момент На самом Дели В принципе Есть Соблазн Сделать Не Create Индекс Документ ФТС Using Джин Он Документ ФТС А Create Индекс Документ ФТС Using Джин Он Документ Скобочка Открывает Скобочка Открывается Set Vect И дальше Формула Вот эту И вместо ФТС Использовать Формулу Так сделать Нельзя Почему Потому что Функция Тут С Вектор Не Является Эмутому Это Функция Она Может На Одних И Тех Входных Данных Выдавать Разный Результат По причине Того Что Она На Одинаковых Фодных Данных Может Выдавать Разный Результат Создание Индекса Функционального С использованием Данной Функции Невозможно Фодрикс Говорит Что Нельзя А Почему Она Может Выдавать Разный Результат На Тех Же Данных Я думаю Понятно Она Может Выдавать Результат Разный Есть Предположение Почему Словарь Может Поменяться Внезапно И Помимо Этого Еще Есть Переменная Где Она Есть Default Текст Текст Search Конфиг Которая Тоже Может Поменяться Вот Здесь Видно Что Один И тот Же Вход Выход Неск Отличается По этой Причине Функциональный Индекс Для Данной Функции Создать Нельзя То есть Нужно Держать Отдельное Поле И Уже Его Индекс Так Ну Полнотекстовый Поиск Более-менее Понятно Как им Пользоваться Надеюсь Если Хотите Более Подробно Я Верю Что Вы Скопаете Этой Документации Но Знаете Что Эта Особенность Этот Функционал У Postgres Есть И Работает Он Достаточно Хорошо Есть Отдельный Момент Когда Хочется Использовать Какие-то Данные Географическую Привязку Либо Там Координаты Организации Либо Координаты Городов И Когда Появляется Понятие Координаты Могут Возникнуть Такие Запросы Например Найти Все Доставки В зону Которых Попадает Вот Данный Дом Либо Просто Хочется Получить Список Вот Как бы Какой-то Информации Объектов Которые Находятся Реном Если Это Делать Классическим Способом Сохранять Координату А потом По этой Координате Делать Выборку Это Несколько Утомительно Во-первых У вас Получается Выборка По Несколько Полям Условия То есть По координатам XYZ А во-вторых Если вы хотите Работать с Географическими Координатами То Для Вычисления Они не очень Пригодны Их Приходится Раскладывать Именно на XYZ В противном Случае Очень трудно Считать Расстояние Поскольку Такая проблема Имеет место Быть Есть Штатный Механизм Позволяющий Засунуть В СУБД Географические Данные Называется Он Постгис К сожалению Его надо Ставить Отдельно А может И к счастью Вот К счастью Он ставится Достаточно Просто То есть Если у вас Есть Скажем Убунту Дебиан Либо Любой Другой Юниус Дистрибутив То Скорее Все Он будет Уже В комплекте Он Устанавливается После Установки Чтобы им Пользоваться Надо Подключить Его К базе Дан Create Extension Постгис И Create Extension Постгис Топологии Ну Пример Пример Запроса С использованием Геокоординат Получить Расстояние От точки А До точки Б Широта Долгота Москва Широта Долгота Петербург Как вы думаете Какой мы увидим Результат Логично Ну Расстояние Число Разумно Если Выполнить Этот запрос Напрямую Мы увидим Волшебный Результат Число 8 У кого Есть Предположение Что это Такое Откуда Взялась Восьмерка В данном Случа Да Для того Чтобы Просто Сообразить Откуда Взялась Восьмерка Достаточно Подумать На тему Того В какой Размерности Это Единица На самом Деле Восьмерка Будет Восьмерка Получится Если взять Плоскость Отметить На этой Плоскости Две точки Одну С координатой 37,55 Вторую С координатой 30,59 И Посчитать Длину Вектора Х Соединяющей Это Совершенно Бесполезная Величина В данном Случае То есть Она Никакой Практической Пользы Не несет Почему Это Произошло Это Происходит По той Причине Что Мы В общем-то Не указали В какой системе Координат Мы живем Поскольку Мы не указали Систему Координат Была взята По умолчанию Плоскость Декартовые Координаты И Вот Такой Бессмысленный Результат Если Мы хотим Получить Расстояние Между двумя Точками Более Осмысленное То Мы должны Указать Систему Координат Используем Систему Координат За номером 43,26 Точка Первая Вторая Точка По той же Системе Координат 43,26 И получить Расстояние Мы получаем Расстояние 636751 Как вы думаете В каких Единицах Измерения В метрах То есть Если открыть Википедию Там можно найти Координаты Москвы И Санкт-Петербурга И вот Расстояние Между этими Двумя Точками Которые Как бы Центр города Условно Говоря Будет 636 Километров Да У данной функции ST-Distance Есть еще один Аргумент Третий Который говорит Как надо считать По прямой Или с учетом того Что мы находимся На спероиде По умолчанию Он считает На спероиде По прямой Результат будет Чуть-чуть Поменьше Так Сейчас к этому Вернемся По поводу того Что это за цифра 4326 Есть какие-то Предположения Ну вот 4326 Это идентификатор Системы координат В подгрессе Куча систем координат И Если посмотреть Их То Наиболее Вероятно Вам понадобится Одна из двух Это VGS84 Более известная Как GPS И PZ90 Параметры Земли 1990 Года Которые Более известны Как глонасс Соответственно Они используют Разные Сфероиды Если посмотреть Детали То Характеристики Размеров земли У глонасса И GPS Они одинаковые Отличается Только положение Центра земли Так Чуть-чуть Метров на 150 Вот Postgres Может работать И в той И другой Системе координат Там есть еще много Всяких Интересных Других систем Координат Но Я верю Что если вы захотите Вы их посмотрите Посмотреть их Можно командой Селект звездочкой Вспать Репсис Там выводятся Вот эти Системы координат Где у них Центр В каких Единицах Что означает XY То есть Вот это Это широта Долгота В обоих случаях Ну хорошо Допустим Допустим Мы хотим Найти Все точки Все аэропорты Которые находятся В радиусе 100 километров От Москвы Сделать это Можно Вот таким вот Запросом VST DLUISIN Дальше Указывается Географическая Координата Между широтой Долготой Система Координат 43,26 И Собственно Относительно Чего Мы ищем Вторая точка И расстояние Расстояние В метрах Если выполнить Этот запрос То мы увидим Что он Просмотрит Все аэропорты И для каждого Из них Выполнит Кучу вычислений Если бы Это был Единственный Способ Выполнить Запрос Полным Перебором Таблицы То можно Было бы не Начинать Всю эту Историю Можно создать Индекс Для географического Поиска Используется Гист Индекс Поскольку У нас В данном Случае Широта Долгота Уже Хранится Можно создать Функциональный Индекс По Точке По Точке Расположенной Под GPS Координатом Широта Долгота У нас Создастся Индекс И тогда Этот же Запрос Будет Выполняться Уже С учетом Данного Индекса Если Используется Запрос По Нескольким Полям То Будут Использоваться Те Индексы Которые Есть По Этим Полям Как-то Так Надо Отметить Что Географический Поиск В Под Грассе Он Достаточно Мощный Он Понимает Такие Операции Как Вхождение В Многоугольник Поиск По Радиусу Вычисление Расстояний То есть Там Есть Куча Всяких Интересных Вкусностей И Плюшек И Если У вас Возникла Ситуация Когда Вы Хотите Хранить Какие-то Данные Привязанные Географической Координате Имеет Смысл Этим Пользоваться Данный Пример С Аэропортами Был Взят Вот Эта Волшебная База Можно Скачать Посмотреть Поиграться Так Ну Ладно Поигрались Немножко Географии Теперь Насчет Слабо Структурированных Данных В Некоторых Ситуациях Возникает Следующая Проблема У нас Есть Революционная СУБД СУБД Есть Все хорошо Все прекрасно Мы храним данные У нас есть структура Все разбито по полям И это хорошо Но Нормализация Далеко не всегда имеет смысл Ну например У нас есть какой-то документ Как Например Сервер хранит настройки пользователя Настройки пользовательского клиента Настройки пользовательского клиента Серверу В общем-то Без надобности То есть Единственная его задача Получили А с клиента Сохранили Клиент зашел Говорит Сервер Дай мне мои настройки Отдал И что там с ними Клиент делать дальше будет Им не важно В этой ситуации Раскладывать Вот эти вот Структуру настроек На таблицы Хранить каждый параметр Клиента В отдельной записи Нет никакого смысла Сервер Работает с этими данными Целиком Для него они Атомарные Для него Нет У него нет задачи Изменить одну настройку Он всегда получает их целиком У него нет задачи Отдать настройку Он всегда отдает их целиком Он никогда не по ним не ищет В этой ситуации Для него это просто Набор байт Возможно более вырожденные Случаи Например Когда у нас есть Какая-то таблица В которой хранятся Кат-схемы Можно заморочиться И реализовать Хранение Кат-схемы В виде Таблицы Нормализованной Со всеми полями И так далее Но кому от этого Станет легче Я не знаю Да Ну Любой чертеж Любой чертеж Возьмите Например Электросхему Микросхему Вот эти все Полосочки И попытайтесь Ее нормализовать В виде таблиц Ну С академической точки зрения Оно может и имеет смысл С практической точки зрения Это Ну я не знаю Когда это может понадобиться Хранить схему В СУБД Такое бывает Хранить ее Именно в нормализованном виде Это в большинстве случаев Никому не нужно Счастье это не приносит Вот И еще один момент Когда может понадобиться Хранение данных Без Нормализации Это когда Например У нас есть Историческая база данных У нас есть сервер Он сохраняет какую-то информацию Ну например Сколько мобиков Убил несчастный игрок Игроки Устраивают геноцид мобов Выкашивают их пачками И С игрового сервера Прилетают события Пал смертью храбрых Один мобик Пал смертью храбрых Другой мобик К этой информации Прикреплено Какие-то данные Что это за моб Какой игрок Его побил Какого уровня был этот игрок Какого уровня был моб На какой карте это произошло Ну Куча всякой информации Вот она сформулирована И она сохраняется В базе В логах И вот Если она хранится В нормализованном виде То Решили что Ё-моё А мы хотим хранить признак А этот моб Вообще-то Говорит Это был элитный моб Или Так себе Добавляется этот флажок Что нам нужно сделать Для того, чтобы добавить этот флажок Мы делаем alter table У нас есть таблица Она занимает Условно говоря 500 гигабайт Мы делаем на ней alter table Ну молодцы В общем-то Это хорошо Если добавить столбец А если столбец надо удалить Или хуже того Поменять тип То есть мы раньше хранили Что это элитный моб Не элитный моб А теперь мы храним Идентификатор моба И у нас начинается alter table На полтерабайта Полтерабайта будет шуршать Ну то есть Несколько часов Он на это дело потратит СУБД занято У него свои дела У него все хорошо Отстаньте от него Оно работает И все В случае, если эта СУБД Должна работать Без простоя То вот Изменение схемы данных Может быть большой проблемой В этой ситуации Иногда отказываются От хранения нормализованных данных И данные хранят В виде Условного JSON документов Меняют этот JSON документ У него отдельно хранится версия Отдельно параметры При чтении Если смотрят версии Если он от старых данных То внутри В рантайме Его преобразовывают Чтобы он стал свежим Дальше как-то обрабатывают И сохраняют уже свежий В такой ситуации У нас исчезают Альтертейблы Исчезают Джоины Приходится выкручиваться Без джоинов Еще какие-то полезные вещи Могут исчезнуть Какие-то полезные вещи Добавляются Но суть в том Что можно Избавиться От вот этих вот Миграций То есть Используется Так называемое Хранение данных Без схемы Отказываемся От контроля За целостностью И корректностью Данных На уровне СОБД Но зато У нас появляется Возможность Поменять структуру Без остановки Приложения Точнее не без Остановки приложения Без Именно Длительной профилактики Так И В этой ситуации Используется Как бы хранение данных В каком-то Определенном виде Обычно это Либо двоичные данные Например Протобав Либо Какой-то текстовый формат Текстовый формат И хороши тем Что их читать можно Глазками Либо это XML Если мы Все делаем по старинке Либо JSON Либо JSONB Такие варианты Значит Хранение в двоичном формате Какие имеют Плюсы и минусы Плюс основной Компактности Данные занимают Мало места Формат можно сделать Очень компактным Минусы Ну Шмат данных И все Мы не можем посмотреть Что там лежит Мы не можем сделать На уровне СОБД Никаких запросов К этим данным Они есть и есть Текстовый формат Немножко получше Мы можем воспользоваться Полнотекстовым поиском Мы можем воспользоваться Лайком В случае Если мы там Хотим что-то найти Но в целом Это опять-таки Шмат данных Но только он стал Более Такого гуманного Вида XML Postgres позволяет Индексировать XML Позволяет Бегать по тегам И эти данные Становятся не просто Текстом Они становятся В чем плюсы Такого подхода В чем плюс Хранение Именно XML Джейсона Джейсон Би В отличие от Двоичных данных Тем что у нас Как минимум Есть некая Валидация На уровне БД Если мы объявляем Что эти данные У нас XML То мы Не можем Туда запихнуть Какой-то мусор Откровенный Мусор Который Не пройдет Валидацию То же самое Касается Джейсона Если мы Объявляем Что это Джейсон Мы не можем Туда запихнуть XML Можем туда Запихнуть Только Джейсон Если мы Пытаемся Запихнуть Синтаксически Некорректный Джейсон То Postgres Скажет Данные Данные Некорректные И Приходите Позже Джейсон Би Визуально Это выглядит Как Джейсон Не Хранятся Он Хранится В бинарном Виде Теряется Вся Информация О пробелах В виде Кавычек И так Далее Технически Он Обратимое Преобразование По XML Джейсон И Джейсон Би Можно Строить Индексы На Тему Хранения В бинарных Данных Был Замечательный Эпизод Лоды Клиент Падает У некоторых Пользователей Клиент Падает На старт Запускает Он Складывается Крашится Начали Разбираться В чем Дело Взяли Учетные Записи Которые Жалуются На Падение Клиента Скопировали На Тестовый Стенд Заходим Клиент Падает Хорошо Начинаем Разбираться Выясняется Что Клиент Берет Из Базы Свои Параметры Параметры Эти Это был Твоичный Шмат Данных Загрузил Пытается Разобрать Вылетает Там За пределом Осил Данные Попорчены И Скрашивается То есть Мы Конечно С одной Стороны У нас Есть Отмазка Что Нам Эти Данные Прислали Как Б Гарбат Шин Гарбат Шаут Но Игроку От Этого Не Легче Поэтому Была Отдельная Значит Проведена Работа Которая Сделала Добавили Валидацию На стороне Сервера Чтобы Если К нам Присылают Откровенный Мусор Мы Этот Мусор Не Сохраняли Отдельно Был Сделан Конверт Который Взял Прошел По всем Пользовательским Сейвам Ну Вот Этим Данным И Выкинул Из них Откровенный Швак После Этого Данные Падения Прекратились Еще Чуть Позже Весь Этот Хитрый Бинарный Формат Был Выкинут Заменен На Джейсон Вот То Есть Хранение С сохранением Структуры Оно Полезно Чем Во-первых Можно Строить Индексы Во-вторых Мы на халяву Получаем Возможность Валидации Данных Хотя бы На уровне Синтексиса И Далее Мы получаем Возможность Сделать Запросы По этим Данам Ну Пример Джейсон Запроса Я взял Несчастных Зомби Которые Уже Все Мы постыли И Создал Табличку Которая Хранит Вся Информацию О тегах Название Фильма Года Его И Жанрах В виде Одного Джейсон Документа Как это Выглядит Сдаем Табличку Ну Идентификатор С ним Все Понятно Дата Тип Джейсон Би То есть Джейсон Который Внутри БД Хранится В Бинарном Виде И Дальше Соответственно Нужно Как-то Чтобы Этот Джейсон Там Оказался Чтобы Джейсон Оказался Есть волшебный Метод Волшебная функция Джейсон Билд Общик И говорим Поле Значение Поле Значение Поле Поле Значение Здесь Соответственно Жанры Упаковываются В массив Который Получается Путем Агрегации Названий Вот Такой Запросите У меня Получилась Таблица Movies Джейсон Которая Примерно Которая Равна По количеству Записей Таблицы Movies Но Содержит Все Примерно Такие Данные Select Data From Movies Где Title Zombieland В реальности Тегов Было Чуть Побольше Но Где Это Отношение Не Вот Такой Джейсон Тут Возникает Волшебный Оператор Который Мы Еще Не Видели И У Позгресса С Джейсоном Есть Несколько Хитрых Операций Которые Позволяют Жить Дружно Первая Операция Можно Проверить Является Ли Один Джейсон Под Множеством Другого Джейсона В Две Стороны Джейсон А Является Под Под Множеством Б Если В нем Есть Все Ключи И Значения Из Джейсона Б То есть Джейсон Б Является Частью Этого Джейсона Дальше Операция Вопрос Или Проверка Есть Ли В Джейсоне Исходном Либо Ключ Либо Значение Вот Которые Перечислены В массиве Проверяется Только Верхний Уровень Ну Тоже Объект Объект Которые Можем Дальше Мучить Две Черточки Мы Получаем Текст Вот Например Здесь Мы Получаем Текст Который Находится Внутри Поле Title В нашем Случа Это Замбиланд Ну Возьмем Простой Пример Запроса Два Данных Запроса Делают Одно И Тоже Первый Это Операция Подмножество То есть Мы Найдем Все документы У которых В дата Есть Джсон У которого Есть Ключ Title Со Значением Замбиланд Во втором Случае Мы Берем Все Объекты У которых Есть Объект Дата С Полем Title Текст Которого Равен Замбиланд То есть С точки зрения Результата В обоих случаях Мы получим Одно и то же В чем разница Как вы думаете Разница в том Как с этим Жить с индексами Значит Если мы возьмем Верхний запрос Чтобы он Выполнялся быстро Мы можем Построить Индекс По Джин Индекс По Полю Дата И сказать ему Что мы хотим Джейсон Операция Тогда он Будет Выполняться Быстро Строится Индекс По всему Джейсон Документу Который Есть В данном Объекте И по Нему Можно Делать Вот Такие Вот Хитрые Запросы Если Мы Возьмем Построим Такой Индекс И выполним Вот этот Волшебный Запрос То В общем То Ничего Хорошего Мы Не получим Что Этот Индекс Есть Что Его Нет Никакой Разицы Но Мы Можем Построить Функциональный Индекс Мы Можем Проиндексировать Значение Дата Значение Title От Даты И Сказать Что Мы Хотим Текстовая Операция В Такой Ситуации Мы Можем Например Написать В Data Title Like Zombie Land И он Будет Работать В случае С верхним Запросом У нас Нету Лайка Только Равенство То есть В верхнем Случае Мы строим Такой Индекс В нижнем Случае Мы строим Такой Индекс Что Нам Больше Подходит То Мы И И И Используем Да Ну С точки Зрения Производительности Очевидно Нижний Вариант Будет Лучше Потому Что Индекс Компактнее Он Более Такой Узкий Узко Специализированный Что Первый Индекс 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 Все Весь Документ Ключи Значения Дальше Волшебная Магия И Единороги Судя по По названиям Индекс Индекс Пьяный Единороги Так И Более сложный Пример Это Найти Все Комедии Про Зомби Можно Тег Зомби Именно Строгое Равенство Если Если Мы Хотим Сделать Like То Мы Получим Примерно Вот Такую Конструкцию Соответственно Верхнюю часть Мы Еще Можем Проиндекс А С Нижней Все Совсем Грустно Есть Надежда Что В Более Свежей Версии Завезут Операции Поиска По Джейсон Две Собачки Как Для Текстового Поиска Так Будут Соответственно Джейсон Пока Их Там Нет И Приходится Выкручивать Вот Таким Вот Случаем В Целом Хочется Отметить Что Хранение Джейсона Оно Не для Того Чтобы Быстро Его Хранить И Быстро По Нему Искать А Для Того Чтобы Либо Значит Избавить Ну Не Распасовывать Его По Таблицам Там Экономия Немножко В Другом Есть Либо Экономия На Изменение Схемы Данных За счет То Что Схема Данных У нас Отсутствует Она Именно В Джейсоне Лежит Либо Экономия На Том Что Нам Эти Данные В Общем То Без Разницы Что Там Внутри Они Нужны Скажем Клиенту А для Сервера Это Просто Кучка Данных Тем Не Менее Возможность Искать По Джейсон Бывает Крайне Полезна Так Еще из интересных вещей касательно джейсонов Я к сожалению не нашел способа включить этот волшебный индекс Долго искал информацию как его включить Но ситуация следующая В десятке Может чуть позже Может чуть раньше По крайней мере анонсировано было еще года два назад Анонсированы были опции поиска по джейсону С возможностью поиска на больше-меньшей маске И анонсирован был новый индекс Индекс этот носит гордое название водка Один индекс джин Второй индекс водка К сожалению я не нашел примера как его включить на Живом примере Чтобы с ним поиграться Может надо было повредить Я боюсь что данному способу это вряд ли поможет Субтитры создавал DimaTorzok